Мужской понедельник 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 В прошлом году мы на нескольких форумах бываем каждое лето, и отличием Баркэмпа было то, что мы увидели живых, интересных, творческих, молодых людей, так как мы работаем со студентами постоянно. Это был существенным плюсом. На самом деле мы в Москве с такими сталкиваемся значительно меньше. Это было, да, это было очень здорово. О как. Причем таких вот свободных, независимых, ну не знаю, меня в прошлом году это очень сильно поразило. И мы на самом деле так подспудно, когда ехали сюда, ожидали, что вот мы сейчас эту энергетику опять поймаем прошлого года. Ну вот, к сожалению, за счет того, что формат был, может быть, немножко другой. А формат немножко получился такой академичный, опять-таки, да. Более академичный формат, конечно, это вот... А у вас лекции, они все на интерактиве же идут. Да, у нас, на самом деле, чем больше мы рассчитывали, нам пришлось перестраивать то, что мы хотели, потому что мы рассчитывали на большое количество аудитории. Вот, ну... Но вы предполагали все равно, что может быть любой сценарий, вы были готовы. Да, мы готовы, мы с Андреем творчески выйдем. И мы готовы к любому формату. Вы же не только приезжаете там читать что-то, рассказывать, мастер-классы проводить, вы еще и заодно свою научную работу, как я понимаю, ведете еще, изучаете ту аудиторию, которая с вами общается, да? Конечно. То есть в этом-то плане вот вчерашняя аудитория вам помогла в вашей работе? Конечно. Ну, у нас сейчас, Андрей, извини, пожалуйста, еще не дает слов. Да, Андрей, вы не секрет. Нет, нет, я скажу. У них такая пара, знаешь, они всегда все вовремя говорят. Ну, нет, это просто идеально. Не знаю, это я не буду, конечно, сравнивать с кем, но что-то такое неразрывное. Нет, у нас действительно очень, у нас было очень забавно, у нас было спасибо большое, у нас просто забавно. Мы уже в игре так. Когда мне Андрей говорит, ты, говорит, целый первый раз, первый час говорил больше, чем я, я говорю, зато ты второй больше, ну, вообще, да. Чтобы распределиться. На самом деле, у нас получается это так, но нам, на самом деле, действительно, нам нравится работать друг с другом, и мы получаем удовольствие. Это еще и артистично получается, к тому же, ведь тоже все смотрят, а Андрей там что-то ходит где-то с боку, а потом он появляется и начинает там совершенно... Да, мы просто удовольствием, наверное, самого процесса, но если вернуться к тому, чем, к научной работе, которой мы занимаемся, действительно, у нас кафедра ведет довольно много исследовательских проектов, кафедра социологии, психологии и политики, факультета политологии Московского государственного университета имени Ломоносова. И один из проектов, который сейчас вот он в активной фазе, это восприятие России среди жителей самой России, да, и мы проводим исследования в разных регионах. Вчера тоже кусочек этого исследования мы делали, когда у нас люди рисовали картинку России, изображали изображения. Именно России? России, да. Не отдельно взятую нашу область, то есть они не просто Россию рисовали, а некий образ России. Образ России, да, образ России. И это очень интересно, потому что, ну, если потом их спросили про то, что они думают про Россию, они сказали немножко другое, чем то, что они нарисовали. Вот сравнить вот этот рациональный уровень, да, осознание того, что представляет собой страна, и бессознательно, это очень интересно. Но любопытно, вот, что касается территориального образа, когда вот люди рисуют в этой картинке свой регион, например, выделяют его, это тоже является аспектом, насколько важен для них регион или нет. Ну, почти всегда рисуют Москву. Вот, другие регионы рисуют очень по-разному, и это вот, правда, тоже интересна значимость, вот, как бы, если... То есть, кто как понимает значимость своего региона в России? Иногда некоторые, или, например, Россию рисуют до Урала, а после Урала, как бы, нету России. Подождите, рисуют карту или некий образ? Нет, могут карту рисовать. Вчера, по-моему, кто-то вообще слоёный пирог нарисовал. Ну, мы, надо, может быть, наверное, принести нам, показать картинки, которые рисовали в прошлом, вот, как бы, вчера, рисуют совершенно разные образы. Причём рисуют и рисуют в виде животных, ну, чаще всего получается медведь, причём медведи получаются очень разные. Вот это наша разница медведей, которую мы получили в образах России. Люди же не профессиональные художники, если я нарисую медведя, то тоже будут очень разные медведи. Ну, а там очень важно, что они довольно много... Характеристики какие-то. Они довольно много говорят. То есть, на что я акцент именно ставлю этого медведя, да? То есть, ну, из самых таких вы говорят, то есть, понятно, отношение к стране, да, положительное отрисяденье тоже... А как вы это трактуете, вот, если медведи рисуют? Ну, как они его рисуют, смотря? Да. Вот смотрите, мы с вами можем видеть, и, кстати, это была определённая проблема в своём время по созданию бренда «Единой России». Если вы видите, если медведь достаточно агрессивный, пасть, клыки, зубы... Это начало 2000-х. Ну, сейчас, кстати, на символе есть, причём идёт на восток, а не на запад, это тоже очень интересная картинка. Поменял движение. Да, поменял движение. И это как раз показывает, что Россия должна быть жёсткой, агрессивной и умеющей держать удар. И наоборот, создавался такой образ у «Единой России», по крайней мере, предложен, но, к сожалению, он не пошёл. Отчасти я могу даже понять, почему, потому что всё-таки это партия власти, она должна быть в данном случае сильной, агрессивной, да, в каком-то плане отстаивая свою, так называемую, политику. Но, если, соответственно, мы возьмём этот образ, который создавался, это был образ умки, если помните, из советского мультика. Это совершенно добрый, плюшевый мышка. Доверчивый. Доверчивый. Наивный. И это уже как бы другой медведь, как вы понимаете. И там ещё другая, с этим умки, он ещё и белый. А белый медведь, это вообще, как бы, это не наш медведь. То есть это медведь, который... Ну, а почему не наш? У нас новая земля полна белых медведей. Ну, новая земля полна, но всё-таки с Россией это не только новая земля. Лучше бы рисовали, конечно, буро, ну, традиционно. Ещё гризли нарисовали какого-то, не нашего. Это вот, ну, там разного. Если, например, рисуют медведей, который вот так лежит, или там вальяжный какой-то. Я и панду возьму, 20 часов в сутки спящую. Это понятно. Это тоже вот характеризует о том, какая наша страна. Ну, панда, не забывайте, для Кировской области это такой святой медведь, потому что панда это прозвища нашего бывшего губернатора Никиты Юрьевича Белых. Ну, кау, давайте договоримся, ещё 20 часов в сутки спящую. На самом деле, с образом страны, просто это очень интересно, это действительно является проблемой, на самом деле, для страны в целом, потому что, ну, причём мы начали-то, мы изучали власть, лидеров, Россия как страна, проблемы с идентичностью довольно сильные, серьёзные сейчас. Ну, потому что, ну, как бы, у неё должно быть какое-то, уже к будущему делу, у неё должно быть какое-то движение куда-то, да, и поэтому, любопытно сейчас, вот, что происходит с образом, то у нас вот сильные стороны этой России в основном сосредоточены, ну, кроме территории, которые... Тоже вчера как-то говорили, территория, то ли это плюс, то ли это минус, да? Ну, территория, там, нефть, природа, являются плюсом. Имей в виду большое пространство. Да, это является плюсом, но все остальные плюсы, они в большей степени обращены в прошлое. То есть, понятно, космос, но это Гагарин, это же не современный космос, люди говорят. То есть, Гагарин, художники наши, литература, оно всё какое-то там. Да, всё прошлое, да. А в хороших нету плюсов, в настоящем люди плюсов никаких не видят. То есть, мы без такой почвы под ногами, что ли? Почва есть, почва есть, но в настоящем нету точек опоры, да. Кроме территории, вот, раньше была точкой плюса люди. Люди считались нашим безусловным богатством. Кстати, по-моему, вчера никто так про людей-то не сказал. Вот, говорили, но с людьми происходит очень странная вещь. Если раньше это был безусловный плюс, ну, понятно, щедрая душа, там, сильные, там, так далее, вот. Сейчас люди говорят, что нет, это двойственно, потому что, да, мы такие, но при этом мы ленивые, мы апатичные. И приходим на помощь только в крайнем случае. В крайнем случае на помощь, да. То есть, мы, в общем, ничего не хотим. Это вот, когда люди говорят сами про себя такое, ну, вот, нету... Причем, если мы говорим про Баркан, ну, это не только, у нас не только молодежь участвует в исследованиях, люди всех возрастов участвуют. Но когда молодежь вот об этом говорит в качестве минусов, то есть, у них нету каких-то точек опоры в настоящем. Они, по идее, все-таки должны опору находить в настоящем времени. Там какой-то интересный диссонанс возникает. То есть, когда ты просто говоришь с людьми о России, они, конечно, говорят, что мы гордимся этой страной. Ты начинаешь конкретно спрашивать, вот эти хороцистические понимают, а чем они гордятся? Ну, вот... С тем, что мы ленивые, хитрые, завистливые, жазные, да. На самом деле, тут надо исходить из того, что такая оценка, прежде всего, говорит объективаться. Потому как, если, соответственно, мы будем говорить о том, что мы сильные, умные, красивые и так далее, а на самом деле это не так, то, как вы сами понимаете, это тоже создает определенный образ иллюзии. И тут, как бы, возвращаясь к образу будущего, необходимо отметить несколько так называемых моделей, которые конструируются. Первая модель, которую в данном случае, скорее всего, сейчас мы и наблюдаем, это некая, так называемая, мифологическая модель. А согласно мифологической модели, что такое будущее? Это возврат к прошлому. То есть, к золотому веку, который существовал. К Советскому Союзу. Да, у нас только вот и многих, да, кто помнит. Либо есть еще вообще, там, к эпохе царя, там, к золотой... Это реже. Есть проблема, кстати, вспомним, Поклонскую, который, соответственно, пытается позиционироваться сторонницей Николая II. И мы видим, какой неоднозначный реакция это вызывает. А вот как раз советское время, потому как многие помнят, и, соответственно, они формировали определенные представления, особенно средние и старшие поколения. И отчасти, кстати, молодежь, я в данном случае в большей степени специалист по политической социализации, мы тоже проводили исследования. И они говорят о том, что молодежь-то на самом деле, хотя и не жившая в Советском Союзе, она, как ни странно, тоже почему-то туда хочет вернуться. Когда мы их начали спрашивать, а почему вы хотите туда вернуться, они говорят о том, мы видим фильмы. А посмотрите, основные фильмы, которые создавались, которые являются золотым фондом, это какие? Советские. Родители нам рассказывали, бабушки. И мы хотим. Вот представьте себе, да, тот же студент, он оканчивает высшее учебное заведение, и куда он пойдет? Это серьезная проблема. Вот я занимаюсь практиками, и могу сказать, да, действительно, у многих студентов, они ко мне обращаются, говорят, устроите нас куда-нибудь на хорошее место, мы хотим сделать определенную карьеру. Но если кто в данном случае с практикой как бы не то, что не дружил, но, по крайней мере, обращал меньше внимания, не зарекомендовал себя, куда он пойдет? А ситуация Советского Союза, как ни странно, ту систему, которую многие ругали, система распределения, она, соответственно, давала определенный образ будущего, то есть стабильность, когда я мог планировать не просто на год, на два, три, четыре, пять. Это вообще, в принципе, все же. Андрей Светланович, я прошу прощения, нам нужно сделать небольшую паузу, мы скоро продолжим. Мы продолжаем наш разговор по итогам второго общегородского баркемпа, который в субботу прошел в нашем городе, и еще раз представим наших гостей. У нас сегодня в костях Светлана Нестерова, это старший преподаватель кафедры социологии и психологии политики МГУ имени Ломоносова, можно я так скажу? Да, конечно. Кандидат политических наук, и Андрей Зверев, это доцент кафедры социологии и психологии политики факультета. Политологии МГУ имени Ломоносова. И мы продолжаем разговор именно об образе России, об образе будущего. Подробно рассмотрели мифологическую такую концепцию. Да, что как бы движение, циклическое движение, то есть мы возвращаемся к какому-то золотому веку, именно к Советскому Союзу. И второе, соответственно, направление, это формирование определенных смыслов. К сожалению, в данном случае, смыслы, и это не только проблема России, посмотрите на Запад, тоже в данном случае этих проектов нет. Вот мы с Светланой в данном случае обсуждали, и вот сейчас, когда мы с вами тоже это говорили, всплывали такие так называемые проекты, типа Космос, освоение БАМа и так далее. То есть так называемых сверхпроектов. К сожалению, сейчас таких сверхпроектов, где бы молодежь могла бы зарекомендовать себя, где бы граждане в данном случае могли бы почувствовать себя, ну скажем так, нужным. Восвоение Целиней, кстати, вспомнил, да, уже было великое переселение народа. Да, 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 Целиней и так далее, конечно. Этих проектов как бы нет. И возникает тогда ключевой вопрос, а где мы живем? Вот есть такое понятие, вы, наверное, знаете из китайской философии Дао. Вот как раз в данном случае Дао очень характерно для обществ, которые испытывают трансформационный период. Несмотря на то, что, казалось бы, 91-й год уже прошел давным-давно, и мы уже живем уже больше 25 лет в другой стране, тем не менее, вот такое ощущение Дао, то есть дороги, идущие непонятно куда, людей существуют, куда непонятно. А самое главное, с психологической точки зрения, это так называемый формирование человека смысла. Если, соответственно, у человека смысл есть, он, соответственно, выстраивает или, по крайней мере, ориентирует все, так называемую, свою жизнь или определенную свою жизнедеятельность под этот проект, который существует. Вот какова эта цель? На самом деле с этим очень сложно. Вот исследование, которое мы проводим, да, показывает очень интересную картину, Светлана Викторовна, не даст мне соврать, что у элиты и у населения отсутствует вот это понятие будущего. Как у элиты? Непонятно. То есть у всех. Вот в том-то и дело. При этом, если население на самом-то деле и не должно формировать вот это так называемое будущее, потому как оно, как бы, прежде всего решает еще и ключевые проблемы. Кстати, вот я могу сказать интересный факт из нашего исследования, исходит из того, что граждане более оптимистично относятся к своему собственному будущему, меньше, чем к собственной стране. То есть они полагают, у нас даже такой вопрос был, да, Россия приобретет границы, наоборот, потеряет. Так вот, в данном случае кто-то, говорит, большую часть, что может приобрести, кто-то, соответственно, даже определенную часть потеряет, кто-то в нынешних границах. Но нету так называемого определенного ощущения того, что вот тот режим, который существует, он, соответственно, будет продолжаться довольно долго. Многие граждане, например, в данном случае высказывают сомнения, а что будет, когда, соответственно, Владимир Владимирович Путин уйдет, что дальше будет с Россией? Это серьезные вопросы, проблемы. И в результате этого возникает ключевой момент, да, вот образ будущего, который формируется, он куда будет направлен? Есть, соответственно, в кампании 2018 года, вот мы как эксперты тоже определенным образом участвуем в этих экспертных дискуссиях, как раз и возникает какой вопрос, да, о возможности предоставления именно на последнем сроке, когда на самом деле президенту нужно будет задуматься, с каким бэкграундом он войдет в историю. Вот это было бы ключевым позицием, когда, соответственно, было бы в этой кампании несколько озвучено пути направления развития страны. Как мы знаем, эти проекты осуществлялись, да, и вот статьи знаменитые в 2012 году, которые писал Владимир Владимирович Путин, или, соответственно, «Россия вперед», того же Дмитрия Анатольевича Медведева, это все формировалось, но проблема заключается в другом, что мы какие-то определенные проекты начинаем осуществлять, завтра мы не забыли, послезавтра у нас появляется третья, и в результате получается и у элиты каш в голове, и у населения. Поэтому это, как мне кажется, ключевой аспект, который элиты должны... Мне очень понравилась фраза «дорога идущая непонятно куда», мне показалось, именно поэтому у нас такие плохие дороги. А это именно дорога, которая идет в никуда, или это падение сверху вниз? Ну, у нас всегда были плохие дороги, вспоминаем Пушкина, пояснению философических таблиц. В общем, мы до этого времени еще не дожили с дорогами, у нас в стране как бы эта проблема. Может быть, поэтому мы никуда и не доходим, что у нас даже на этом как бы есть проблемы. Но, на самом деле, возвращаясь к тому, что мы непонятно куда идем, это правда. Мы живем в режиме, у нас раньше хотя бы спланирование было на несколько лет. Одним днем. Причем, ну, то, что люди живут одним днем, все понятно. Потому что, что оно придумает наше государство очередное, когда придут очередные повышения цен, которые грозят. Представляете, потому что холодное лето в центральной России, цены по любому выросту, ну и так далее. То есть, люди живут в ожидании, что что-то может быть, очередное закрывание банков и так далее. Но в этом же режиме живет и элита. То есть, элита. То есть, так, по идее, которая должна быть, знать, что будет. Которая формирует это направление. Это катастрофичность сознания. Это, на самом деле, реально, это катастрофичность сознания. То есть, представьте себе губернатора. Вот у вас тоже человек, который пришел, ИО, действующий. То есть, он живет в режиме. Ну, во-первых, непонятно. До сих пор интрига сохраняется, будет ли участвовать Владимир Владимирович в выборах или нет. В выборах 18-го года. Если нет, то сразу все, все, дальше непонятно, что будет дальше. Это катастрофичность. Причем, элита живет в этом сознании уже примерно год, оно и живет. Я понимаю, что какая-то интрига сохраняется. Но все время же ловят сигналы. Вроде бы он сказал, что-то, видимо, он пойдет. Видимо, пойдет. Ура, пойдет. Все сохранится, как было. Просто вопрос о том, кто, если не он, то это парализует не только население, которое говорит, ну, тогда мы не знаем. На самом деле никто не знает. Элита. А губернаторы, которые, соответственно, понимают, что у них там, да, бюджет, все остальное. Они живут так. Подверстно, подтекут. То есть у нас все, как бы, у нас все заканчивается, поэтому и программ никаких нету региональных. Потому что как они могут рассчитывать? Если все это заканчивается в очень короткое время, полгода, да, осталось, полгода до президентских выборов, как бы мы уже в этом состоянии и живем. И, к сожалению, вот власть ничего не делает. По большому счету, это, на самом деле, ее большой минус. И федеральная власть, и региональная власть, они, это вот, за что их всегда упрекают, они не рассказывают о своих действиях, о своих планах. Мы вчера как раз обсуждали такую вещь, что как бы мы все хотели бы знать, да, хотели бы знать, но хотя бы в общих чертах, да, условно говоря. Хотя бы, ну ладно. Ну хотя бы по азимуту, да, не то, что конкретная дорога, но некий вектор, да. Хотя бы какие-то шаги, которые она там пытается. А в ответ тишина, вот это самое вот непонятное такое. Плюс, заметьте, что мы сейчас смотрим, сейчас в основном мы смотрим, что кого-то сажают, одного, второго, то есть что-то происходит. Ну не кого-то там уже, массовый характер. Коррупция растет, власть ничего не делает. То есть в Лепортово это сейчас просто клуб замечательных людей. Власть ничего не делает, она только ворота, создается впечатление, что она вот только занимается своими собственными делами. Вот информация, которая оттуда приходит, она в основном коррупционного характера. Да, это, конечно, явно ее, ну то есть это недостаток ее, который люди нам транслируют в ходе наших исследований. И как долго это может продолжаться? Этот путь не в никуда. Ну вот на самом деле тут... The road to hell. Тут на самом деле все очень сложно. Вот, кстати, возвращаясь к России, к образам России, которые есть. У нас, если народ у нас воспринимается амбивалентно, то власть у нас воспринимается однозначно плохо. Причем очень странным эффектом происходит, что сам Владимир Владимирович воспринимается при этом хорошо. Он врывается с контекста, а не ставится. Он находится над ней, да. Он отдельно совершенно. Вот отдельно он висит где-то, ну лежит, висит, находится где-то в плоскости. Вся остальная власть воспринимается плохо. Он начинает буквально со второго человека, Дмитрия Анатольевича. Дмитрий Анатольевич, вспомнить обросы даже антирейтинг у него. Тут же Левада-центр, в целом, 80 с лишним процентов Путин, и Медведев вот не так давно очень сильно просел. Сильно. То есть, ну есть еще несколько фигур в окружении Путина, которые воспринимаются плохо. Лавров, Шойгу. Ну все, больше людей нет, все остальное правительство воспринимается достаточно плохо. Региональная власть тоже достаточно, ну как бы оценки ее в разных регионах по-разному. Понятно, что есть там типа Белгородская область, которая сидит уже, Савченко, находится у власти уже очень давно. Ну остальные все воспринимаются очень так по-разному. С Кузбасс, Оман, Тулеев. С Тулеевом все очень сложно, потому что там вообще проблемы со здоровьем, поэтому, скорее всего, там будет другая фигура, а это всегда приводит. Ну есть регионы, где более или менее. То есть, вот это странный феномен. То есть, народ воспринимается мобилентом, власть воспринимается плохо, да. То есть, ей приписывают все недостатки, она во всем виновата. Но при этом, конечно, тут есть минусы в сторону общества тоже. На самом деле, мы эту власть выбираем. Вот мы как раз вчера говорили, в вопросе, собственно, коммуникации между обществом и властью. То есть, себя нужно винить-то, да? То есть, себя отчасти. То есть, на самом деле, должна вырасти вот эта какая-то гражданская активность. Ну, как это происходит в Европе, да, ну, там тоже все неоднозначно, но все-таки. Там гражданская активность, если они недовольны, они приходят, начинают возмущаться. Вот, у нас тоже возмущаются, но как-то все калуарно, тихо на кухне. То есть, тихонько на кухне в основном, как и раньше. Понятно, что этому есть объяснение, что у нас очень сложно с протестной деятельностью, это все понятно. Вот, но у нас вот гражданских инициатив достаточно мало. Вот, и это мы тоже увидели, да, что и общество не очень хочет общаться с властью. Я бы сказал, даже не готово пока-пока. Ну, смотрите, вы тоже говорите протестное. Есть же другие формы общения, высказывания, что недовольство. Не обязательно это протестная акция. Есть в социальной сети, есть просто вопрос общения с властью. Я пришел и высказываю. Не собираю митинг, я просто пришел и говорю. Есть же время приема по личным вопросам и так далее. Давайте даже вчера, которая мысль прозвучала на Баркемпе, какая одна из-за была. Если, соответственно, власть нас не устраивает, мы с ней общаться не будем. Не будем. Это со стороны общественников прозвучала. Олег Ткачев сказал. Олег Ткачев сказал. Мы не можем общаться, потому что власть все время меняется. Мы с этим договоримся, с этим уходим. И в итоге смысл теряется вообще в общении. Тогда возникает вопрос. А как вы пытаетесь выстраивать отношения, если вы не хотите в данном случае общаться? И это приводит к тому, что вот то, что мы наблюдаем, что власть наших исследований где-то там далеко, она не обращает внимания на то, что происходит у нас. Но и мы-то в данном случае не готовы власть к себе пускать как таковой. Вот в Москве есть такая, как бы сказать, принятая форма, не знаю, как у вас. Может быть, у вас она тоже, да, что перед муниципальными и областными выборами кандидаты прямо ножками ходят по избирательным участкам, чуть ли не до каждого дома доходят и так далее. Но вот я, как бы, несколько компаний участвую в качестве консультанта. Могу сказать, что население-то на самом деле собирается, может быть, 10%. 10% от граждан, которые бы на самом деле хотели бы узнать, а как изменить их двор? А что у них будет происходить дальше? И это на самом деле ключевая определенная проблема. Понятно, что тут есть определенная проблема с выбором информации. И это, кстати, на самом деле ключевая. Если хотите, чуть попозже я об этом поговорю. Но проблема заключается тут в другом. Что на самом деле формируются так называемые программы. Например, вот в Москве существует активный гражданин. Но и то, в данном случае, насколько я знаю, там принимают участие от силы треть или четверти москвичей, которые высказывают определенную гражданскую позицию. У нас, кстати, в Кирове тоже есть платформа, и даже, наверное, не одна, где можно писать, высказываться. Это под шапкой общественной палаты. Вместе Кирове у нас такой проект такой есть. Вместе Кирове проекты, да. Очень мало людей. Очень мало людей. Три-четыре человека придут на огромный дом. Да, то есть мы, вы знаете, конструируемая реальность. У нас власть живет в одной реальности своей какой-то. Общество живет в своей собственной реальности. Между ними мало очень даже определенного просвета. И где-то в выборный период мы где-то пытаемся пересечься. В выборный период, да, но власть начинает быть заинтересована в этом. И общество понимает, что с помощью выборов можно что-то решить. И на самом деле, правда, можно решить с помощью общества. Как и с помощью визитов, кстати. Визиты к вам, когда кто-нибудь приедет, тоже решатся. Мы ждем. Владимир Владимировича ждем. То есть дорогу под дороги немножко подгладают. У нас вот именно с этой целью обычно ждут, потому что у нас, начиная, как первый раз понял, Дмитрий Анатольевич-то приехал, когда впервые вообще к нам приехал президент, он был России. У нас так радостно латали дороги, что даже железную дорогу закатали в асфальт. Не говоря уже о люках канализации. Да, это уже мелочи. Но железку закатали, и вообще классно, чтобы главное не кочевое ловить. Нет, но есть мелочи, но на самом деле вот эти все визиты, они все равно приводят к каким-то плюсам, потому что какие-то мы видим явно. Но это так же, как прямая линия нашего любимого президента, которые все ее ждут, потому что что-то будет решаться в этот день. Кстати, возвращаясь к этому, могу сказать, почему высокий рейтинг президента. Это может быть единственный высокий чиновник, который не боится напрямую общаться с населением. Он, во-первых, общается, во-вторых, происходят действия какие-либо. Да, действия, совершенно верно. Все понимают, что власть что-то может сделать, а не только отболтаться от тебя. Ну, вот это, кстати, то, что мы советуем всегда региональным, на региональном уровне властям, что давайте устраивайте вот такого рода форматы, это будет очень здорово. У нас устраивают такого рода форматы, но дело в том, что разница между общением с Путиным, когда вот там кто-то пожаловался, а через два часа уже, собственно, все решено, а может, два часа назад все решено, я не знаю. А у нас обычно приходят, все ваши замечания приняты на прямой линии, вы все получите ответы, и потом все получают ответы. Вы знаете, какие. И в итоге получается то же самое ощущение, что власть от тебя просто опять отпихнулась. Давайте так скажем, тут надо два аспекта разводить. Давайте мы все-таки на рекламу прервемся. Давайте прервемся, потом про коммуникацию уже конкретно поговорим. Продолжается наша программа, и у нас в гостях, напоминаем, Светлана Нестерова, старший преподаватель кафедры социологии и психологии политики МГУ, кандидат политических наук и Андрей Зверев, доцент кафедры социологии и психологии политики факультета политологии МГУ имени Ломоносова. Мы продолжаем. Уже, собственно, переходим к тому, что с этим делать совсем. То есть, что с этим делать, как коммуницировать общество и власти, чтобы этот диалог все-таки начался каким-то образом, был продуктивным. Посмотрите, если мы говорим о том, что, соответственно, проблемы с Путиным решаются во время прямой линии, это действительно очень важно, и действительно, особенно, вот если вы помните сейчас последний случай с Барзатой, да, в Нижне-Тагильске. Это новое слово. Да, Барзата новое слово. Ну, как бы, быстро. Это, кстати, в данном случае, возвращаясь к коммуникации, могу сказать, что это очень важно, потому что язык-метафор, он на самом деле очень важен в том числе для политиков, так как он визуализирует те понятия, которые существуют. Вот мы как раз на своих тренингах говорим о том, что люди в меньшей степени иногда обращаются на содержание, а именно на форму подачи. И вот это так называемое облекание так называемой формы, она как раз позволяет людям конкретно представить, а что это имеет в виду. Андрей, простите, она спонтанно, неосознанно появляется? Иногда неосознанно. Или это прям вот задумка какая-то, заготовка? Я могу сказать, что, Владимир Владимирович, здесь, как мне кажется, ну, как политический психолог, по крайней мере, высказывал свою точку зрения, мнение, да, что, соответственно, это то, что приходит, то, что президент переживает. И это, опять же, показывает, почему позитивно влияет на его имидж, потому что люди видят, что он неравнодушен, как вы правильно сказали, в отношении тех же региональных властей, которые на бумажку записали, и ответ прислали в виде отписки. А здесь живая реакция, на самом деле. Конечно, живая реакция. Человек, не подбирая слова, не думает, он просто сказал то, что он пришел, то, что переживает. Это безусловно является плюсом. И второй очень важный момент. Вот вы говорите в данном случае, что мы все это собрали и ничего не сделали. Я понимаю, что у региональных, и особенно у местных властей, есть определенные проблемы. Все проблемы решить невозможно, как вы понимаете. Одновременно имеется в виду. Бюджет ограничен, другие-то определенные возможности. Но извините, одну-две проблемы начните решать. Исходя из этого, у людей на самом деле наступит понимание, что человек начал делать, и он потом получает карт-бланш. Мы даже своим кандидатам, которые участвуют в выборах, советуем. Вот представьте себе, вы многие проблемы граждане решить не можете. Но определите две-три проблемы, которые вы в своем сроке решаете. На следующий выбор у вас будет прекрасная кампания под лозунгом. Я вот это решил, дайте еще время, чтобы завершить окончательно. Две-три или одну можно хотя бы? Хотя бы одну. Хотя бы что-то делать. А вообще лучше во время избирательной кампании, которая началась, хотя бы одну эту проблему решить и предъявить гражданам. Вот я обещал, вот она выполнена. У граждан это очень хорошо. Кстати, вот в этой... Это может быть все, что угодно. Понятные, близкие люди. Те же дороги. Да, да, да. Там даже тоже какой-то кусок тротуара. Там благоустройство какое-то. Ну, какая-то значимая проблема, естественно, должна быть. Как технологически это делается? Вот берется черно-белая фотография и показывается. Вот так было до того, как, соответственно, проблема возникла. И цветная фотография, как красиво все... И у людей сразу срабатывает вот эта, так называемая, картинка. Это называется контрастное внушение, когда, соответственно, люди представляют. Да, вот это было черно-белое, он пришел и раскрасил мир. И уже другое определенное восприятие. Если вернуться к самим проблемам, к коммуникации между властью и обществом, ну, на самом деле это проблема, безусловно. А мне вообще кажется, она сейчас основная проблема. Несколько проблем, которые в этом есть. Ну, во-первых, с точки зрения власти, об этом заявил Владимир Владимирович, что власть должна обернуться к людям. Ну, обернуться это в каком смысле? Они хотя бы должны начать общаться с людьми. У нас очень долго не выбирали губернаторов. У нас, понятно, что депутаты приходят по партийным спискам. С 2004 года были... По партийным спискам проходят, вот. Ну, в общем, они разучились общаться с людьми. И они, более того, не понимают, зачем это надо. У нас были примеры, ни раз, ни два. Они просто не умеют бояться. Как мы вас понимаем? Вот, это сложно. Понятно, что люди... Они даже с нами-то не хотят сейчас. То есть, я прекрасно это понимаю. Но, на самом деле, в прямых эфирах, прямые эфиры прямыми эфирами, но все равно любого депутата, кандидата, губернатора и президента надо готовить к встречам. Не надо устраивать незапланированных. Ну, он должен быть готов, чувствовать себя комфортно. Но такие встречи надо проводить. Не надо выпускать сразу к людям. Особенно, если он не умеет это делать. Но они, по идее... Власть должна, по идее, вот этим заняться. Ну, и кто-то хотя бы должен учить этому, что я не знаю. Это одна из проблем. Вторая проблема связана как раз со средствами массовой информации. Ну, не знаю, как это у вас происходит. Что с федеральной СМИ, что вот с московской и подмосковной СМИ, с которой мы чаще пересекаемся. Очень мало информации дает самой власти. Особенно, например... Ну, вот, что происходит? А что именно? Какой информации происходит? Ну, кроме официальных... Ну, кроме официальных. Вот смотрите, что представляет себе сейчас сайт Кремлин.ру? Практически нет информации на нем. Она дается вот чисто... Откуда мы получаем... Поэтому, к чему это приводит? Вот то же самое. Да что обсуждают сейчас? С кем был Путин на Воламе? Кто был там? Кто был там? Я знаю. Чья эта рука была? Что он... Это, кстати, на самом деле поле. Вот, я говорю, что политика из поля публичной пришла в непубличную. Ну, так случилось. Она стала более закрытой, чем в 90-е, например. Когда она была более открытой. Это как раз вот поле наших политических психологов, которые как раз вот, да, смотрят невербальные вещи. Ну, например, если взять от нашей политики отойти, саммит, да, который проходил, то все прекрасно понимали все движения, вот, да, как они располагались. Как рукопожатие отступили от Путина. Кто выиграл на встрече, да, Путина, Трампа. То есть это все понятно, это все объясняется и их психологами. То есть вот как раз мы судим бессознательными, нерациональными вещами. Это является... У нас вообще Россия страна политизированная. У нас политика является... После третьей рюмки у нас разговоры... Мы уже все разбираемся. Все разговаривают о политике. Причем неважно какого уровня, да, вот, в разных контекстах, неважно уровень образования, мы начинаем говорить о политике вот примерно, да, вот, в нашей повседневной жизни. То есть людям интересна эта информация, да, людям интересна, они не знают. Вот я приводила вчера пример с подмосковным губернатором, которого, как бы, с одной стороны, много на канале 360 на Подмосковье. Воробьев? Воробьев, да. Но при этом, общаясь с жителями конкретных точек населенных, мы понимаем, что люди ничего не знают про него. Они вообще не знают. То есть они про него ничего не знают? Ничего не знают. То есть информация так подается, что люди не воспринимают эту информацию... Она подается как-то так, что она неинтересна. То есть либо она неинтересна. Она слишком сложно подается. Либо она неинтересна. К сожалению, да, чаще всего продается в виде прелизов, да, и просто читать невозможно. И когда там еще обычно это делают, и сказал двоеточие цитаты, которые ни о чем и начинаешь думать, а зачем я вообще эту цитату привеливаю? То есть наполненность региональной власти, за редким исключением, практически нету наполненности образов. У нас, кстати, тут перед выборами стали появляться материалы, где люди, которые будут работать в команде или будут избираться, знакомят с семьей свой электорат. Ну, такая фишка, проверенная уже такая. Ну, это здорово всегда, трое детей, там, наличие домашних животных, особенно домашние животные. Ну, вспоминайте, Владимир Владимирович... У нас в Рио недавно заявило, что у него сколько там, три собаки у него животные? Одну из них зовут Обама. Ну, вспоминайте, когда Владимир Владимирович показывали животными, но сейчас уже коня не живая, но у него всегда домашние животные. Ну, японская сейчас появилась собака. Вот, то есть ему дарят домашних животных, и видно просто, что это определенный процесс имиджа. Домашние животные всегда располагают, в кадре хорошо смотрят. — Не, ну вчера даже, когда спрашивали, каким должен быть губернатор, кто-то сказал, он должен быть женатым. — Женатым, да. Это вот, кстати, в образе Владимира, ну вот, Андрей говорил, что интрига следующей кампании, что, ну, мало того, что если Путин пойдет, он женится. — Ну, есть такое предполагание, что это готовит общество. — Ну, на самом деле, да. Я думаю, что, кстати, это будет воспринято достаточно положительно, особенно, ну, электорат. — Более старше. — Старший, особенно женский электорат, это было, они говорят, ну, как же так, вот как он мог развестись? То есть это будет явным плюсом. — Ну, а с другой стороны, такой жених был и пропадет. — Да, то есть, ну, вот такой. — Вы знаете, в данном случае, здесь я могу, как бы сказать, обозначить две рамки. Если он в шоу-бизнесе, то да, то есть он как бы должен принадлежать толпе. Если вы знаете, даже продюсер заключает контракт с девочкой какой-то молодой или молодым человеком, который, соответственно, является кумиром и так далее, да, что до какого-то определенного момента он не женится. — Ну, либо, по крайней мере, информации этой не будет в том, что он женат. — Да, да. И, соответственно, в данном случае он принадлежит им. — Ну, не забывайте, здесь, в данном случае, у нас, прежде всего, государство как таковое. А у нас государство откуда растет? От семьи. И если у тебя все в порядке в семье, граждане считают, то тогда ты больше дел будешь определять чему? — Ну, доверие. — Государству. Так, иначе, в данном случае, ты будешь что? Интрижки крутить, еще чем-то. — Ну, как правильно говорят. Если ты семью не можешь создать, то куда что в политику? — Конечно. Доверие, естественно, вызывают люди, которые... Поэтому, кстати, Прохорова, непонятно, симпатичный был кандидат одновременно. — Держал Пугачеву, хотел женить. — Но отсутствие рядом женщины приводило, в общем, к... — И не очень хорошим, кстати, в республике, отыгрыванию этого. — К не очень хорошим. Понятно, что вот раз информации нету, то слуховая информация, она охотит. И кто его знает, она по кругу может ходить, и это вызывает интерес. То есть возвращаемся, да, что власть должна повернуться, да, она должна сделать... — Власть должна себе что-то рассказать. — Да, она должна себе что-то рассказать. Но пока, вот несмотря на заявление, да, которое Владимир Владимирович делает, обращаясь к губернаторам и, извиняюсь, говоря, как-то мы не видим со стороны региональной власти таких действий. — Можно в этой ситуации. — Это вот одна из проблем. — Я приведу пример. На самом деле, это и так, и не так. Вот мне попадалась такая история одного местного главы в Кемеровской области, который прямо создал местную телестудию. И эта телестудия, прежде всего, следит за передвижением этого главы, или старца, как он там у них называется, да, по посёлку. Что он делает, чем занимается. И конкретно жители знают, в какой момент времени они могут его найти, с какой проблемой обратиться и так далее. — То есть он со временем онлайн? — Онлайн. — Почти онлайн, да. И вот эта информационная картинка превращается к тому, что он становится живым персонажем. И входит в семьи, и больше доверия формируется, потому что он всегда на виду. Ситуация же тогда, когда губернатор есть, завтра исчез, возникает вопрос, где он, а управляет, да, вспомнил Борису Николаевичу Ельцину, да. — Работает с документами. — Работает с документами, да. Кто тогда, возникает вопрос, управляет страной. Поэтому чем чаще в данном случае политик проявляет свою собственную активность, проводит совещания, мероприятия, даже в данном случае пусть ругает, да. Была определенная практика, если вы помните, когда в правительстве выясняли определенным образом отношения. Но это была живая. Я не знаю, почему, когда пришли другие премьер-министры после Фородкова, да, они запретили эту практику. — А это, кстати, была одна из любимых тем на телевидении, все любили смотреть, как ругают министра, да. — Конечно, конечно, конечно. — Им же приятно, что не только тебя ругают, а министра тоже. — Формировался, да. И в результате этого люди видят, что идет живое обсуждение, он активен, он действует, и тогда меньше к нему определенных людей. — Ну, в общем, нужно, чтобы он как бы был, да, был, и чем-то образово был наполнен действием. — Можно еще вопрос? Вот скажите, как профессионалы, руководители разных уровней должны в соцсетях присутствовать? — Вот я вам пример привел как раз, когда... — Ведь открытость не только, когда камера следует, а он когда ищет в соцсетях. — Совершенно верно. Но тут другая проблема существует. Либо вы все время сидите в социальных сетях, либо вы работаете. Поэтому здесь в данном случае, конечно, нужна очень хорошая команда, и прежде всего команда предслужбы, которая в данном случае подстраивается под стиль руководства. Вот если вы помните, у Дмитрия Анатольевича Медведева, вчера, кстати, об этом на одном из мастер-классов говорилось, прямо ввел один из показателей эффективности губернаторов о присутствии в социальных сетях. Я считаю, что это было достаточно хорошее показатель. Ну, давайте посмотрим, а кто с этой задачей справился. Единственный, кто сейчас у нас в данном случае губернатор наиболее популярный в социальных сетях, это кто? Кадыров. — Кадыров. — Он прежде всего смог выстроить эту коммуникацию. Не важно, что в данном случае там иногда присутствуют какие-то моменты, что он там с кем-то встретился, куда-то съездил в свой центро и так далее. Самое главное, что он активно ведет действия, он активно общается с гражданами. Другой аспект, я вам приведу про социальные сети, да. В свое время «Справедливая Россия» опубликовала, и, по-моему, даже лично Миронов, да, обратную связь на сайте, что вы можете обратиться с проблемой, мы постараемся на нее ответить. И что? Мы написали, ответа никакого. Тогда в данном случае лучше в социальных сетях не присутствовать. То есть мой вывод, как профессионал, ну, на мой взгляд, в данном случае, если вы умеете в социальных сетях общаться, идите туда и общайтесь. И это плюс дополнительной коммуникации. — Ну, это хороший источник. — Источник, да. — Если умеете, получается минус. — Минус, да. — Если не умеете, надо найти команду профессионалов, которые это будут делать. То есть понятно, что губернатор не один, но это всегда является плюсом через социальные сети, особенно если мы говорим про привлечение молодежи, одна из задач, которая ставит привлечение молодежи к активной позиции, в том числе к привлечению на выбор. Социальные сети там, где они находятся, это, естественно, является плюсом. Мы вот от социальных сетей, понятно, что вот да, мы про власть-то говорили, что она должна обернуться. Но и общество. — Вот как раз я хотел спросить, потому что про власть-то мы давно говорим уже. — Про общество. То есть общество надо вот снять с себя вот это инфантильное детское состояние, что всё, мы, они и сами, мы ничего не можем сделать. — Ну, они там в своём космическом корабле, а мы тут типа... — То есть надо, на самом деле, и общество, вот, как и любые инициативы, в некоторых-то областях, в некоторых вариантах они присутствуют, да, но у нас вот вчера замечательные были доклады пермских наших коллег-коллег издалейщих, они рассказывали, правда, сверху... — Муниципалы. — Муниципалы, да, муниципалы. Вот, но у них довольно большое количество вот этой гражданской активности, которая происходит. — А они сами её плодят, они стараются делать, чтобы было больше. — То есть они уже боятся конкуренции даже, как они сказали, что наплодили уже. — То есть это очень здорово, но вот это надо развивать. Но это задача, то есть это задача, в принципе, не власти, это задача самого общества. Если нам что-то не нравится, по идее, мы должны каким-то образом... — Ну, муниципальная власть, она просто очень близка, собственно говоря, к обществу, поэтому там уже нет такого различия, как вот здесь, условно говоря. — То есть в этом смысле нельзя с себя снимать ответственность никакую. Ну, по крайней мере, да, когда вот одна из представленных позиций, мне не нравится власть, и они пойдут на выбор. Ну и как бы ты не идёшь на выбор. — За тебя выбрали другие, да, или вторая, тоже что-то чудное совершенно, когда мне не нравится партия власти, я иду за неё голосую. Вот это тоже чудное совершенно, это вот реальный вариант, это таких вот людей не один, не два, много. — Очень много. — Очень много. — Полминуты у нас остаётся. — Все-таки я хотел к социальным сетям обратиться. На самом деле, социальные сети дают огромную возможность. И мы знаем, есть такие, так называемые, карты помощи в 2010 году, когда люди объединились и без власти, кстати, помогали друг другу. Или, допустим, карты выборов, когда, соответственно, нарушения в 2012 году следили на избирательных участках. И вообще, я считаю, что будущее за тем, что у нас будет определённое гражданское телевидение. Вот на одном из каналов регионов главный редактор дал свободную волю заявления. То есть ты можешь приходить на телевидение и делать свой проект. Этот проект не только стал в данном случае популярным, но и стал окупаться за счёт рекламы. Поэтому я считаю, что если сами граждане будут активны, то всё будет хорошо. — Да, надо быть активными, да, и мы призываем к этому граждан, чтобы быть более активными, особенно молодёжь. Потому что это действительно будущее, в конце концов, зависит от кого. От этих людей, которые придут через 3, 4, 5, 10 лет. — Да они, собственно, уже здесь. — Они уже здесь, и, в общем, задача изменения реальности, если реальность им не нравится, лежит, в общем, на них. — И власть, на самом деле, нужно учиться, чтобы, соответственно, этому соответствовать. — Ну что, встречаемся через год? — Надеюсь. — Дай бог, или, может быть, раньше ещё приглашать. — Да, приглашающий, будем рады. — Обязательно. — Спасибо. — Спасибо, Светлана Местерова и Андрей Зверев.